привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и наш сегодняшний ролик посвящен маятнику капицы а чтобы запустить этот маятник мы построили вот этот не побоюсь этого слова вибратор здесь электромотор вращает кривошипно-шатунный механизм и поршень ходит с размахом 4 сантиметра то есть амплитуда колебаний составляет 2 сантиметра на вершине поршня закреплен перевернутый маятник включаю двигатель и постепенно увеличиваю напряжение и маятник начинает приподниматься из заваленного положения и наконец встает и удерживается вертикально конечно нам надо объяснить это удивительное явление но прежде я должен сказать что такой перевернутый маятник был изобретен петром леонидовичем капицей в 1951 году во время работы над высокочастотным генератором большой мощности чтобы показать принципы работы этого генератора на простой механической модели приближение малых углов на маятник действует отклоняющая сила мж альфа что же ей противостоит когда поршень проходит нижнюю точку он толкает маятник вверх силой t2 а когда поршень проходит верхнюю точку то он тянет маятник вниз силы t1 и эти силы образуют некоторые угол между собой так что равнодействующую ты можно оценить как величину силы t1 умножить на вот этот угол бета ну а силу t1 мы можем оценить как массу груза умножить на амплитудное ускорение омега квадрат а ну и тогда возвращающая сила t будет иметь вот такой вид а условия равновесия можно записать вот так это у нас возвращающая сила а это отклоняющая а теперь осталось использовать геометрические соображения вот эта красная сторона треугольника с одной стороны по порядку равна 2а умножить на альфа а с другой стороны из этого треугольника r умножить на бета где r это длина маятника подставляем это соотношение вот в это уравнение массы углы сокращаются и мы получаем вот такую формулу омега квадрата квадрат должна быть порядка же умножить на р ну а омега а это не что иное как амплитудная скорость колебательного движения так что получаем условия равновесия в квадрат порядка же и я еще раз должен подчеркнуть что то что мы получили это конечно грубая оценка потому что ты это средняя за период действующих в разное время тянущих и толкающих сил и эта формула в квадрат порядка же показывает нам что амплитудная скорость колебательного движения должна быть достаточно большой чтобы маятник стоял вертикально алексей получил оценки а я сейчас хотел бы заняться более точной теорией но прежде имеет смысл отказаться от этой грохочущей машины и перейти компьютерному моделированию а моделирование у меня будет основано на переходе в систему отчета движущегося поршня где к ускорению свободного падения же добавляется переменное ускорение а омега квадрат на косинус омега т в этой модели потерь энергии нет однако если амплитуда колебаний поршня недостаточно велика маятник не может удержаться в перевернутом положении и падает но если увеличить амплитуду колебаний всего на 15 процентов режим движения меняется и теперь маятник совершает медленные колебания на которые наложены быстрые подергивания с частотой движения поршня и это означает во первых что мы наблюдали пороговую амплитудную скорость о которой уже говорил алексей а во вторых что движение маятника в таких режимах разделяются на быстрые и медленные и вот это разделение быстрых и медленных движений мы сейчас воплотим в жизнь запишем второй закон ньютона для перевернутого маятника сократим обе части на массу m и поделим на длину подвеса r заметим что же поделить на r это не что иное как квадрат угловой частоты колебаний обычного маятника длины r и эта частота омега большое много меньше частоты колебаний подвеса омега малая отношение амплитуды поршня а длине подвеса r обозначим буквой эпсилон и это величина много меньше единицы в результате уравнение движения маятника приобретает следующий вид теперь мы будем решать это уравнение и решение в соответствии с результатами компьютерного моделирования будем искать в виде произведения двух сомножителей медленного косинус гамма т и быстрого значит там у нас этот мелкий дребезг единица минус к косинус омега малая т где к много меньше единицы ну и теперь надо два раза продифференцировать альфа по времени я не буду выписывать полностью все слагаемые в этой второй производной но выпишу только главные одна медленная одна быстрая медленная главное это у нас на скобочки надо оставить только единицу дифференцировать два раза косинус гамма т получим минус гамма в квадрате косинус гамма т а быстрый член это значит вот это к косинус омега малая т мы только его дифференцируем по т и получаем теперь плюс к омега малая в квадрате косинус омега малая т и на косинус гамма т это с одной стороны а с другой мы получим альфа с двумя точками если в самоуравнение которое в первой строчке записано подставим альфа из второй строчки и получим вот такое произведение двух скобок и еще косинус гамма т но видно что косинус гамма т здесь вообще сплошняком сокращается потому что он присутствует во всех членах а теперь самое главное нужно в произведении двух скобок выделить с одной стороны быстрые члены а с другой медленные ну значит быстрые это там где косинус омега т стоит с одной стороны это к омега малая в квадрате а теперь из скобок у меня получается из первой скобки эпсилона мега малая в квадрате во второй единица а с другой стороны из первой скобки омега большое в квадрате и второй минус к вот получаем такое соотношение ну и дальше говорим что омега малая в квадрате много больше чем омега большое в квадрате ну и поскольку к омега большое в квадрате много меньше чем к омега малая в квадрате мы можем его отсюда вычеркнуть на омега малая в квадрате сократить и получится что к то есть этот вот параметр дребезга, приближенно равен эпсилон. А эпсилон, вспомним, это отношение амплитуды качания поршня к длине маятника, малый параметр. Теперь надо разобраться с медленными осцилляциями. Я сразу буду менять знаки для удобства записи. При косинусе гамма Т стоит минус гамма в квадрате. Я пишу гамма в квадрате. А теперь я смотрю на произведение скобок. Произведение омега в квадрате на единицу я записал с минусом, но чуть подальше. Еще есть косинусы омега Т с коэффициентами. Эпсилон омега малая в квадрате и минус К. Квадрат косинуса при усреднении дает одну вторую. К я заменю на эпсилон. И вот мы получаем соотношение для угловой частоты этих медленных осцилляций. Замечу, что гамма в квадрате здесь может быть как больше, так и меньше нуля. И второй случай приводит к экспоненциально нарастающей неустойчивости. А граница между этими двумя режимами соответствует гамма равная нулю. Откуда получаю критическое значение эпсилон со звездочкой. Это корень из двух омега большое поделить на омега малое. Опять-таки малый параметр. И если подставить в это последнее соотношение уже параметры маятника, то мы получим вот такую формулу, которая отличается от той оценки, которую делал Алексей. Только наличием корня из двух. Поэтому качественные соображения, из которых он исходил, были безусловно верными. И можно было бы теперь перейти от этой формулы к эксперименту, но надо сначала заметить, что r, которая здесь стоит, это длина математического маятника. А наш маятник, он сделан из металлической трубки с шариком на конце. И поэтому в эту формулу должна быть подставлена его приведенная длина, которую я сейчас и найду. Я снял маятник с установки, подвесил его, качнул. Нашел частоту колебания. Она составляет 1,2 Гц. Отсюда круговая частота, которая в 2π раз больше, это 7,5 Гц. И приведенная длина, это же на омега в квадрате, она оказалась равной 17 сантиметрам. Вот этот размер на фоне реального маятника. И теперь я знаю критическую частоту, выше которой должен вращаться вал электромотора, чтобы маятник капицы в этой установке, держался в вертикальном положении. Она равна корень из 2ЖР поделить на 2ПА. Р это здесь 17 сантиметров, а А это размер кривошипа. Он составляет 19 миллиметров. Поставляем всю эту формулу и получаем, что критическая частота составляет 15 Гц. А это можно проверять в эксперименте. Ну а частоту вращения мотора я буду измерять с помощью фотоворот. И вот на частоте в 20 оборотов в секунду маятник вполне держится. 19 оборотов в секунду. Правда, он немножко наклонен в сторону, что, по-видимому, относится к неточности изготовления нашей установки. 18-17 с половиной, и маятник начал раскачиваться. Эта раскачка произошла при частоте в 16 с половиной оборотов в секунду, что близко к нашему теоретическому предсказанию в 15 оборотов в секунду. И вот в результате мы осуществили целый комплекс работ. Наблюдение явления, его качественное объяснение и основанные на этом качественном объяснении количественные оценки, компьютерное моделирование, построение математической теории, эксперимент и сравнение этого эксперимента с результатами теории. Что тут еще можно сделать? И у меня есть что добавить. До сих пор Андрей рассматривал модель, в которой нет потерь энергии. А потом показывал нам обычный маятник, свободные колебания которого затухали. Ну, очевидно, что и у перевернутого маятника будет затухание. Посмотрим на компьютерную симуляцию, добавив в нее сопротивление среды. И мы видим, как медленные колебания затухают, а быстрые подергивания, конечно, остаются. Такое же затухание медленных колебаний происходит и в реальном эксперименте. Мы засняли его на скоростную камеру, теперь нам не мешает стробоскопический эффект и мы можем наблюдать поведение маятника в деталях с быстрыми и медленными осцилляциями. Раз продолжение нашлось Алексея, то мне тоже есть что добавить. Но прежде я хочу сказать, что с такими роликами, как этот, мы, безусловно, заслуживаем вашей поддержки. А как ее оказать, написано под этим роликом его описание. Ну, а теперь я задамся таким вопросом. До сих пор мы рассматривали вертикальные движения поршня. А что будет, если поршень будет вибрировать не вертикально, а горизонтально? При таком испытании маятник Капицы удерживается в наклонном положении и не опускается вниз. А детали его движения отлично видны при съемке на скоростную камеру. А теперь для заключительного вопроса. Я промоделирую такое движение в программе «Живая физика». Причем, как и в прошлый раз, перейду в систему отсчета поршня, добавив горизонтальное переменное гравитационное поле. И мы видим, что даже при существенной диссипации, которая была здесь введена, в установившемся итоговом движении, маятник совершает довольно сильные колебательные движения вверх и вниз. В отличие от вертикального маятника, который практически останавливался. Спрашивается, почему же так получается? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.